Дворца Спорта Дворца Спорта Дворца Спорта Я очень сильно переживала, потому что я впервые выступала с таким количеством сложных элементов. У меня не было опыта выступления именно с таким количеством, в принципе, с самих элементов. И была очень сильная конкуренция. Опять же, я была самая маленькая. Я чувствовала какую-то ответственность, что ли. И это было очень волнительно для меня. Насколько то, что в Одессе появился большой лед и возможность для тренировок помогло тебе подготовиться и выступить на высоком уровне на этом чемпионате? И вот как оцениваешь свои дальнейшие планы в сборной Украины уже в резервной? Ну, конечно, большой лед, наличие большого льда очень сильно помогло, потому что, когда после маленького льда ты выходишь на большой лед, как-то даже неудобно, и программа выглядит очень нелепо, как будто некрасиво, в конце концов, а именно на большом льду и легче тренироваться, потому что больше места. И вот как бы выезжать за рубеж, тренироваться с детьми из других стран, выходить на более серьезный уровень и побеждать на Олимпиаде. Большое спасибо, поздравляем еще раз таким выступлением. Наталья, можно подвести итог в целом чемпионата Украины. Очень долго Одесса ожидала этого турнира среди юниоров такого уровня. Как удалось одесским спортсменам себя проявить? На каком уровне в целом прошел турнир? В каких возрастных категориях? И про выступления самых наших лучших спортсменов. Ну, чемпионат Украины мы, конечно, получили это исключительно при наличии большого льда. В любом случае, наличие большого льда в городе дает возможность принимать любого рода чемпионаты, как международные, так и такие, как чемпионат Украины. Я надеюсь, что не только лед помог Еве, потому что она сама большая умница, она такая, скажем, экстремальная фигуристка. Поставили задачу человеку, поставили мы, в принципе, ей задачу участвовать в чемпионате достаточно, ну, скажем так, незадолго, почти за 2-3 недели. Мы сказали, что Ева участвует, потому что все-таки она маленькая. Какая была возрастная категория у нее? 13-14 лет вообще, а там нет возрастных категорий, в этом весь секрет, то есть она соревновалась на уровне кандидатов мастера спорта и мастеров спорта, а при этом она даже не кандидат спорта, она маленькая, еще не получив кандидата мастера спорта. И насколько младше соперниц? Она младше соперниц на 3-4 года, то есть это достаточно, поэтому мы сомневались, но в этом году несколько изменили правила чемпионата Украины по фигурному катанию, и Ева по возрастной категории, по возрасту смогла туда пройти. У нас другие были участницы, у нас есть 4-е место у Рома Дивеновой, Варвары, это тоже достаточно много. Но могу сказать откровенно, все-таки я на ПСУ исполняющая обязанности директора, ну сколько, 2,5 года, и знаю, что это достаточно большие трудности. Девочки в резерве Украины были довольно давно, лет 5, может быть, назад, не раньше. И прямо на тренерском совете перед чемпионатом Украины мы говорили о том, каковы шансы наши вообще. Речь о том, что мы войдем даже в пятерку, не шло, потому что из всех самых, так скажем, сильно подготовленных у нас была только вот Ева и Ромадинова Варвара. Она старше Ева на 4 года, она КМС, кандидат мастера спорта. Поэтому, когда Ева заняла по какой-то короткой программе, по-моему, или... По короткой Ева была тоже вторая. Да, она сразу заняла вот в первый же день второе место, это уже было неожиданностью для всех, и мы настолько... Поэтому на второй день соревнований, когда уже должен был быть результат, нервничала не только она, ее тренер, это нервничала уже вся школа. Потому что для нас это, да, это на сегодняшний день можно спокойно продлевать себе лицензию Олимпийского резерва, и вот человек не принес не только себе медали в школе, она теперь принесла будущее. Ну, такие результаты, это, конечно, плод условий, которые появились в Одессе, и у фигурного катания, и у юных хоккеистов. И знаем, в апреле чемпионат мира молодежный по хоккею пройдет в Одессе. Специально для этого сейчас проходит реконструкция арены. Игорь, расскажите про этапы ремонта, строительных работ. Что уже успели сделать, что в ближайшем будущем будет подготовлено, только какие сроки, вот когда будет все готово уже в лучшем виде, чтобы принять чемпионат мира? На сегодняшний день проект, который делается проектом институтом Одесский про и строй проект, уже подходит к завершению работы над ним, над проектом. И определены основные направления по проведению капитального ремонта в спортивно-концертном комплексе Одесский дворец спорта. Принято решение начать с кровли купола демонстрационного зала. Работы уже по ремонту ведутся достаточно быстрыми темпами. Принято замечательная новая технология. Это ПВХ-мембрана. Это достаточно современная технология, которая позволит избежать течи демонстрационного зала полностью. Плюс гарантийная работа покрытия порядка 20 лет. То есть это замечательная такая технология, которая участвует, и внедряется как раз на куполе дворца спорта. Также с первоочередных задач принято решение по капитальному ремонту санузлов, общественных санузлов всех, санузлов первого этажа. Также работы по демонстрационному залу – это демонтаж существующего фальшпотолка с обработкой, усилением, покраской и огнеупорной обработкой металлических конструкций демонстрационного зала. Следующим этапом – полное обновление освещения, что очень важно для проведения любого чемпионата по хоккею, потому что нужна картинка для трансляции. На сегодняшний день картинка слегка устаревшая такая желтовато-зеленая. А что касается оборудования самой площадки, вокруг борты, какие еще должны быть элементы готовы для того, чтобы чемпионат мира прошел по всем нормам? Здесь, наверное, я скажу технически. Есть еще следующий этап, к которому мы тоже приступаем вместе уже в этом году. Это полное переоборудование системы, которое, опять же, улучшит качество льда. Для фигуристов важнее даже, чем для хоккеистов. То есть мы ставим новейшую систему фильтрации воды, полной фильтрации воды, что увеличит скольжение. И проводим горячую воду в том числе. Нагрев, фильтрации и снеготаяния. Да, и снеготаяния. Это очень важно для самого льда. Все остальное оборудование, которое требуется по требованию Международной ассоциации хоккея, по требованию проведения чемпионата, здесь есть небольшие задержки. И мы надеемся, что мы все-таки найдем уже какое-то согласие, поддержку властей и приобретем вовремя. Вот чемпионат мира молодежный по хоккею для Украины, и для Одессы, для Дворца спорта, это очень престижно. Это говорит о высоком уровне развития видов спорта. Каким образом и как долго развивалось то, что удалось все-таки найти взаимопонимание, и вот сколько было выделено средств из бюджета для того, чтобы реконструировать эту арену. Потому что очень долгие годы все стояло, скажем так, в бездыханном состоянии просто. Это, наверное, такие вот результаты тоже дают свои плоды. Абсолютно верно. На сегодняшний день по решению сессии областного совета выделено 1,5 миллиона непосредственно на проведение капитального ремонта и миллион непосредственно на изготовление проектно-сметной документации. Вы совершенно правы, за всю историю Дворца спорта, Дворец спорта был торжественно открыт 5 декабря 1975 года, потому что капитальный ремонт полностью с реконструкцией не проводился ни одного раза. То есть действительно чемпионат дал такой толчок власти города, власти области. На самом деле вот в этом году какая-то каденция облрады действительно очень лояльна. Они как бы поставили перед нами большую задачу, как можно больше престижных чемпионатов, показать результаты. Ну вот у нас результаты есть, чемпионатов мы еще больше набрали. Чемпионат Украины по фигурам катания и в том числе финал чемпионата Украины по хоккею тоже будет проходить у нас. То есть мы как бы свои задачи проводим, поэтому и видим отклик со стороны облрады действительно это... Областного совета, депутатского корпуса. Депутатский корпус, областной совет. Вот это правда в этом году как-то действительно очень прислушиваются к этому проблеме. К проблеме возврата спорта во Дворец спорта, скажем так. О турнирах по хоккею ожидается при Днепровской лиге турнир вот сейчас в начале декабря, 8-9 числа. И вы говорите, что команды мастеров, взрослые по хоккею тоже приедут в Одессу. Нет, это официальный финал чемпионата Украины по хоккею, в рамках которого пройдет так называемое техническое тестирование льда для проведения международного чемпионата. Потому что к ним могут возникнуть вопросы и перевести, например, чемпионат в другой город. Такое тоже может быть. И будет делегация от Международной Федерации? Да, приедет непосредственно сам президент Международной Федерации хоккея Рене Фазиль. Он вводится в Одессе и он будет сам смотреть на результат проведенных работ. То есть насколько выполнили мы те условия, которые поставлены в Международные организации перед нами. Помимо реконструкции, конечно. То есть к марту месяца уже работы должны быть, уже все должно быть готово, правильно? Основные работы должны быть выполнены. Благодаря таким высоким результатам специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва «Льдинка» удалось продлить лицензию? Или это будет решено? В декабре, если нет, мы уже это обсудили, так же, как и членство Евы уже в резерве. Потому что она действительно маленькая, все равно она попадает теперь в резерв олимпийский. И мы будем стараться ей добавлять уже и часов тренировок, и, возможно, мы ей добавим некоторые виды, которые у нас сейчас буквально откроются в январе. Я думаю, в январь-февраль мы откроем первый в Украине центр совершенствования ледовых видов спорта, в котором будут тренажеры для фигурного катания, которых им не хватает. Да, не хватает лонжи, им не хватает многих. И вот мы надеемся, что Еву мы подготовим к следующей программе так, что, возможно, конечно, летом она поедет еще и на сборы. Сейчас мы найдем ей возможности и средства. Она поедет на сборы, скорее всего, в престижную школу. Ну, поделись с нами своими ожиданиями от предстоящего сезона, от новых систем подготовки, насколько они необходимы для того, чтобы свой уровень повышать. Мы знаем, ты с четырех лет занимаешься фигурным катанием, это уже существенный период, и у тебя уже есть опыт. Ну, загадывать не хочется, но самым таким, вот сказали уже, что лонжа, она бы очень помогла, потому что сейчас уже начинается изучение тройных прыжков. И для того, чтобы лучше понимать технику, то нужен не только тренер, но и тренажеры, и они бы очень сильно помогли, тогда бы эти прыжки, эти элементы учились бы намного быстрее и намного эффективнее. Ну, кстати, этот центр будет содержать в себе две части. Одна часть будет для фигуристов, а вторая часть – это сухие тренировки для хоккеистов. Это бросковая зона, которая крайне необходима. Это центр международного класса, будет действительно первой в Украине. Вот что касается хоккеистов, хочу еще спросить, как приняли ли школу на последних сессиях? К сожалению, я не могу сказать, да, скорее всего, надо все-таки у хоккеистов спрашивать, насколько я знаю, там есть небольшие трудности у них в этом смысле, но лучше об этом сами хоккеисты расскажут. Деталями точно не владею. Я знаю, какие чемпионаты мы конкретно привозим, потому что мы тоже участвуем в их обсуждении. Нам это важно. А вот какие у них детали по школе, это, я думаю, нужно отдельно вам пригласить самих хоккеистов. Мы обязательно с хоккеистами тоже еще пообщаемся, конечно. Чтобы условия и для родителей, и для самих спортсменов занятий… От этого тоже зависит очень сильно. Безусловно. Большое спасибо за то, что пришли к нам в студию. Поздравляем еще раз с высокими результатами. Если не ошибаюсь, у Одессы две серебряных медали. Две серебряных. Да, у нас есть еще пара танцоров, которая получила серебро. Есть еще две бронзы. И пока еще, скажем, если по поводу Евы уже вопрос не стой, мы уже его решили по поводу ее членства. Есть еще одна пара, это уже будет приниматься на украинском тренерском совете в Киеве. Будет ли еще эта пара тоже входить в резерв? То есть есть еще и такие шансы. У нее и впереди еще масса этапов, небольших чемпионатов. Но я думаю, что у нее все получится. Желаем повышать результаты, уровень мастерства. И в срок завершить реконструкцию Дворца спорта для проведения чемпионата мира по хоккею среди молодежи. Сегодня у нас в гостях директор Дворца спорта Игорь Волошин. Спасибо. Спасибо. Серебряный призер чемпионата Украины среди юниоров по фигурному катанию Ева Шульга. Спасибо, Ева. А также исполняющий обязанности директора с дешор льдинка по фигурному катанию Наталья Тетюник. Спасибо, Наталья. Вы смотрели программу студия Репортер. Меня зовут Дмитрий Богомолов. Оставайтесь с нами и живите спортом.